К подгорице реку Мороча. И когда идут дожди, конечно, реки полноводные становятся. И несут свои воды в озеро. И во время дождей потоки, водопады с гор стекают. Поэтому вода сильно поднимается. Вот в последние два года были очень сильные наводнения. В прошлом году на 4 метра вода поднялась, а вот в этом году на 6 и на 7. Местные сторожилы говорили, что мы такого наводнения не помним. Очень много было затоплено домов практически по крыше. Спасатели работали. Очень много, к сожалению, скота погибло. И вот здесь такое есть местечко на Скадровском озере, туристическое местечко. Такой городочек небольшой. Плавница называется. Там есть мини-зоопарк. Вот оттуда бегемотинка убежала во время наводнения, уплыла. Показывали в новостях. Кроме видели, кстати, в Еркене у нас показывали программу «Время» российского показателя. Одна бабуля в деревне утром прошелась, смотрит в окно, у него в горло. И вот тут полиция искала, отлавливала, чтобы ему тихотикиц, чтобы на место него возвернуть. Вот у нас здесь такой анекдот был во время наводнения. А вода в озере очень чистая, пресная. Еще раз повторяю, будете купаться руками, ногами, надо работать. Это не как на воде полежать. Пресная, чистая. В прошлом году в Будву был проведен водопровод с Аскадрском озера. Потому что Будва очень сильно разрастается, и уже старый водопровод немножко не стал справляться со своим предназначением. Поэтому в прошлом году провели новый водопровод с Аскадрском озером. Вода в Будве из-под грана. Очень чистая, очень качественная. Вы ее можете свободно пить, не бойтесь. Это я вам на самом деле говорю. Пожите фруктовать, и местные жители стали шутить, что он в воде.